Всем привет, ребят! У нас сегодня суббота. Какое число сумок у нас сегодня? 7? 7 июля 2018 года. Пришло нам карго. Чем очень порадовала меня эта карго? Посылочка. И удивила. А чем она меня удивила? Ну, порадовала, естественно. Чем? Покупками. А удивила своей быстротой. Очень быстро оно пришло. Буквально через день. Вот мы заказали в четверг. В пятницу в обед я открыла, посмотрела на сайте свой аккаунт. Там уже было написано, что отдали на почту посылку нашу. Чем меня очень удивили. Я аж прям не поверила. Обычно неделю я жду. Вот этот сайт. ЛДЖВА КИКИ. Заказывала я через онлайн, через интернет. И сегодня суббота. Вот в четверг заказали вечером. В 10 часов вечера. В пятницу в обед уже была на почте отправлена наша посылка. И сегодня в субботу. Время у нас час. Ну, мы уже где-то полдвенадцатого дня получили нашу посылку. Очень я удивилась. Раньше я ждала неделю. Долго. Здесь вот приходит вот такой вот. Сейчас я оторву. Значит, здесь также на этом мешочке. Раньше они в коробках присылали. И этих коробок у меня было так много, что мне пришлось их повыбрасывать. А сейчас я жалею, что я их выбросила. Буквально не так давно я их выбросила. Думала, что еще насобираю. Но сейчас в коробках, к сожалению, не приходят посылки. Приходят вот в таких мешках, мешочках. Бумага дорогая. Вот такая вот. Сейчас. Значит, вот так я подвернула лишнюю информацию. Значит, в очках на них вижу. Указано код товара, наименование товара, сколько штук, цена, проценты тут скидочные, сколько удерживается налог и в конечный результат цены, сколько стоит. И вот конечная сумма. Ну, здесь в основном все для меня. Все для меня. Рассвет и закат. Это для меня. В общем, скажу. В основном майки я заказала. Я же люблю майки. Вот эта майка. Это кофта. Это все со скидками я покупала. Она стоила 70, но я ее за 70, естественно, не купила. И размер я покупаю всегда большой для себя. Я люблю шруки. Это майка. Майка за 19,95 я ее так и купила. Эта я купила около 40 лера. Кофточка такая гипюровая. Это майка. Так я и купила за 15 лера. Это было на скидке. Она стоила 60 лера. Вот. 59,95. Ну, это 60 округлим. Кофточка. Ну, я ее купила. Это. Ой, хотел быстро сказать. Не могу сказать. Это черная кофточка. Такая. Легкий материал. С вискоза. Или полиэстер. Не знаю, что здесь. Черного цвета. Я вам пока все покажу. Открою, покажу. Просто это так, первично. С вышивкой. И тут какие-то бусики, там, там, кутики. Потом. Она за 40. Или 35, или 40 я ее купила. Но она стоила 60. И здесь майка 25. За 25 я ее так и купила. Это жилетка. Она тоже, она 50 стоит. Я ее 150 купила. И вот эта майка. Она тоже 15 стоит. Белого цвета. Это тоже хлопок с полиэстером. В-образный разрез. Вот мой ожог. Я его с утра помазала. Но потом легла спать. Промокнула бумажным полотенчиком, салфеточкой. И мазь лишняя убралась. И потом я уже сегодня под утро спала так, как я люблю спать. Не просто вот так вот, а крутилась и вертелась я уже. И уже все. Видите, уже не прилипать. Здесь, конечно, еще аккуратненько надо быть, чтобы не треснуло и где-нибудь не поцарапалось. Здесь рученька моя. Ну, уже все хорошо. Также я мазью с антибиотиком мажу. И уже дополнила бепантол сверху. Бепантол он заживляет, способствует быстрому заживлению и рубцеванию ран. Чтобы рубцы не такие некрасивые оставались. Лучше регенерирует кожу бепантол. Сейчас не про руку. Сейчас про... У меня же день рождения будет скоро. Вот я себе подарки купила. Ну и старшему, ну, на две майки просил я ему. Он сам выбрал. Младшему ничего. Да, сынок? Тебе ничего? Тебе ничего не купили, сынок? Да? Мне не надо, говорит. Мне ничего не надо. Вот так вот. Ну, правда, ему ничего не надо. Значит, вот эта белая маечка. Своеобразная. Прям уксусом пахнет. Почему, не знаю. Это хлопок с полиэстером. Пополам-на-пополам. У меня есть такая маечка. Я... Так как маек много, ну... Такие маек я люблю. Но она прозрачная. И у меня вот именно такая же и есть. Только здесь невообразный вырез. У меня круглая горловина. Здесь... Ну... Она так обрезана. И это... Она уже у меня вот здесь вот пожелтела. Подмышки. Некрасивые стали. В общем, поэтому я купила такую. Следующая маек. Это цвет петроль. Ну... Такой... На картинке он был очень яркий. На самом деле, видите, какой... Под черный прям косит. Тоже V-образный. Сейчас в основном майки V-образные. Есть и круглые, есть и под горло. Но совсем под горло я не люблю. Круглые у меня достаточно. А в этом году модно V-образный вырез у маек. Вы же знаете. И вот много маек с V-образным вырезом. Но V-образный вырез я тоже люблю. Мне идет. И поэтому... В общем, такая. За 15 лера. Это тоже полистер с хлопком. Она пополам. Но она... Она кажется, что она плотнее. Но она такая же, как белая. Просто цвет темный. Поэтому... Поэтому... Или нет. Это не полистер, что ли, с хлопком. Что здесь тогда? Сейчас. Не вижу. XL. Я люблю побольше. Ну, и где здесь основная ткань? Ничего не понятно. Сейчас. Нет, ребят. Обманула я вас. И сама себя обманула. Это вискоза. Стопроцентная вискоза. Вот здесь написано. Белый материал. И это тоже стопроцентная вискоза. Но из-за того, что этот цвет такой темный, поэтому кажется, что она плотнее. На самом деле они по качеству одинаковые. Просто эта будет не прозрачная, а та будет прозрачная. Но это не важно. Принесла свои старенькие маечки. Ну, как старенькие. Я их ношу. Вот белую майку вискозу, которую я вам говорила. Вот это новая майка. Вот еще с этикеткой. Которая сейчас пришла. А это старая, которую я вам рассказывала, что у меня есть. У меня еще есть белые майки, но это фаворит. Особенно в прошлый год она у меня была фаворитом. Она тоже вискоза. Здесь. Вот написано, что это вискоза. Лиски. И вот такой вот горловина. Видите, какая как обрезанная. И сшитая. И вот здесь вот все-таки есть уже желтизна. Ну, как появляется желтизна. И уже заношены здесь такие, типа, катышки какие-то. И вся майка уже как будто в катышках. Я ее давно купила. Даже больше пяти лет. И прошлый год вот она у меня была фаворитом. Лето было очень жарко. И вот я ее одевала. Ну, естественно, бюдкалтер. Майка сверху. И еще на эту майку сверху тоненькую тунику. Тоже прозрачную. И вроде как бы не видно было. Это не Эльджи Вайкики. Это какой-то другой. Здесь даже уже не прочитаешь что-то. Так как давненько она у меня. Майк у меня много. Но вот я как к одной пристрастирую. Одену ее и постираю, одену. Постираю, одену. Вот я такая. Две-три влезу и потом все лето в них бегаю. Это значит вот то, что беленькая маечка, я вам говорила. А это вот купленная майка. Ну, наверное, лет семь ей точно есть. Это вот полистер с хлопком майка. Это я точно знаю. Это не вискоза. Здесь вискоза нету. И вот раньше, вот семь-восемь лет назад, шесть лет назад, они вот так вот делали. Мне вот это больше нравится. Изнанку я вам показываю. Вот икс ле. Я всегда покупаю. А то и два икс ле беру. И эта майка, она длиннее. Вот прошедших годов майки были длиннее, чем сейчас. Ну, модели, видите, подстраиваются под моду. Ну, эта майка, она уже выгорает тоже. И вот с изнанки вам показываю. И тоже вот здесь вот подмышками тоже занашивается, естественно. Выгорает свет. Хоть я по солнцу и не хожу. Такой домосед. Но из-за стирки она теряет свой цвет. Она не линяет. Эти майки вообще вот этой фирмы, LJW Kiki, вещи не линяют. Ну, джинсы иногда могут. Какие-то марки, какие-то вот там есть джинсы, которые действительно могут линять. А так вот носки, блузки, такого нету, чтобы они линяли. Во всяком случае, в моей практике не было. Вот сколько лет существует. С 98-го года мы пользуемся этой маркой. Мы когда приехали в 98-м году в Турцию, в отпуск в Стамбул, и пришли, у нас старший брат мужа привел в их магазин LJW Kiki. И мы очень качественный и дешевый товар. Мы набрали, ого, сколько, и отвезли в Ташкент. На вырост я брала ребенку своему старшему. И до такой степени брала, что и младшему еще хватило. В общем, это очень хорошие вещи. Сейчас, конечно, тоже цены дороговато сейчас стало у них. За вискозу и за полистер я бы не давала такие цены. Дороговато. Но все-таки эта фирма изначально была французская. Но потом турки ее у французов выкупили. И это только в Турции производится товар. И фирма турецкая это теперь. И первые года своей существования вот этой фирмы LJW Kiki, они не давали ни франчезу, ни в какие другие страны, они не продавали свой товар. А это вот сейчас уже по странам СНГ, даже в России, есть. Но в Узбекистане нету. По каким причинам, я не знаю. Нету еще LJW Kiki. В общем, мне нравится этот товар. Хотя он сейчас и не могу сказать, что он дешевый. Относительно доллара, да, он дешевый. Но относительно турецких зарплат, этот текстиль не дешевый. Но качественный. В общем, это старая маечка. Она длинная. А эти покороче. Эти модели, которые сейчас пришли, они покороче стали. Но это... Это зависит от моды все. Они подстраиваются же к моде. Турецкие производители текстиля. Поэтому... Ладно, давайте дальше буду распаковывать новые товары, показывать. Вот такая майка. Леопард, гепард. Она стоит 20 лера. Тоже XLE размер. Но она... Я вижу, что она мне широкая. Буквально вот настолько. На 15 сантиметров пока будет широковато. Но это не важно. И она коротковата. Я люблю широкие, но не до такой степени. И подлиннейший. Мой стиль. Одежда такой. Горловина круглая. 20 лера. Это стопроцентный хлопок. Вот такая вот майка. Я потом все одену. Покажу. Вот такая вот майка. Здесь пайетки на кармане. Здесь настоящий карман. Не обман. Карман с пайетками. Тоже круглая горловина. 25 лера это стоит. Это здесь написано 67 полиэстер и 37 вискоза. Она тоже тоненькая. И она коротковатая. Ну, для меня коротковатая. Так она, конечно, не короткая. Для моего стиля. То, что я люблю подлиннейший. Для меня лично она коротковатая. Ну, она свободная. И к следу уже. Покажу. Продолжение следует.